Всем доброго времени суток, друзья! Сегодня мы продолжаем цикл раскладов по вашим идеям. Для того, чтобы оставить идею, которая интересна вам, вы должны ее оставлять под определенным видео на канале. Есть специальное видео, под которым остаются идеи. Ссылку на это видео я оставлю в прикрепленном комментарии под пунктом 2. Вы переходите по этой ссылке, слушайте видео обязательно, что такое идея для общего расклада, которая должна быть интересна широкому кругу зрителей. И, соответственно, после этого вы оставляете идею. Но перед этим просмотрите хотя бы 30-40 названий общих раскладов, которые вышли за последний месяц. Они находятся в плейлисте «Гадания на Таро». И когда вы поймете, какие темы были освещены, чтобы они не повторялись, соответственно, вы какую-то свеженькую тему должны будете оставлять. Сегодня пользователь с ником «Любовь взаимная» будем работать по ее идеям. Запросы были такие. Мое предназначение, мои сильные и слабые стороны. Но я вам могу сказать сразу. Во-первых, на предназначение были расклады недавно. Во-вторых, тема предназначения, скажем честно, она запрашивается достаточно часто, но она по просмотрам не является популярной. Поэтому я не думаю, что у каждого из людей предназначение меняется по 28 раз в жизни. Поэтому есть такие расклады на канале. И даже если они давние, вот эту тему я пока что не планирую обновлять, потому что она не идет. Вот как-то у зрителей не идет эта тема. Может быть, немножко позже, когда как-то умонастроение народа сменится. Может быть, и посмотрим. Но сейчас я считаю, что давайте мы рассмотрим такую тему, как мои сильные стороны. Я считаю, что это вполне хорошая, вполне адекватная тема. И когда у того же Джейсона Стэдтома спрашивали, что уважаемый, а вы работаете над своими слабыми сторонами? У вас же есть какие-то слабые стороны? Он говорил, да, у меня есть слабые стороны, но я над ними не работаю. Я работаю над своими сильными сторонами. Поэтому вот для того, чтобы усилить сильное и не ослабить себя через слабое, давайте смотреть ваши сильные стороны, мои сильные стороны. То есть любого человека, которого вы загадаете, сильные стороны. Недавно девушка спрашивала, можно ли в общих раскладах загадывать, например, свою родственницу, дочку, подругу. Да, вы можете загадывать, если у вас хорошо работает интуиция, то вы можете интуитивно выбрать тот вариант, который будет подходить к ситуации задуманного вами человека. Но, естественно, задуманный человек вам должен быть неплохо знаком, для того, чтобы вы энергетически были с ним сонастроены. Тогда вы сможете с наибольшей долей вероятности выбрать именно правильный для просмотра вариант. Получилось у нас сегодня шесть вариантов. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И вы можете загадывать по порядке выкладки карт, вы можете загадывать по рубашке, которая вас притягивает, или по порядку выкладки или подъема арканов мною. То есть вот в каком порядке я буду открывать, в таком вы можете, соответственно, и загадывать. Например, пятая карта, которую я открою, или первая, или вторая карта, которую открою я. Поэтому, как вам нравится, так и загадывайте. Я как посчитаю нужным, так, соответственно, и буду открывать. Итак, приступим. Сегодня для тех, кто выбрал вариант номер 2, он первый сегодня по порядку открытия. Вы знаете, вашей сильной стороной является самодостаточность. Даже если вы любите общество, даже если вы очень привязаны к своим родным или к своим друзьям, но вы тот человек, который в принципе может достаточно комфортно чувствовать себя на своей волне и в каком-то своем отдельном мире. Это не значит, что у вас шизофрения и вы летаете исключительно в своих облаках, которые никому не ясны. Это, если отбросить шутки, состояние самодостаточности и какого-то внутреннего диалога, который вас увлекает и то состояние, в котором вам интересно находиться иногда одному. И также вашим достоинством может являться мудрость не по годам, поскольку мы смотрим именно с позитивной стороны, как сильную сторону. Я не буду сейчас освещать негативные аспекты данного аркана, которые были бы, например, если бы мы задали вопрос, в чем слабость. Здесь тоже могли бы быть слабые стороны, но поскольку мы смотрим именно сильную сторону вашу, то здесь именно все выражается в достаточной возможности долгой самоизоляции, если это необходимо. Это самодостаточность, это достаточный аскетизм. То есть, по сути, вы можете обходиться малым и это очень даже неплохо. Но другой вопрос, есть ли желание быть одному и есть ли желание обходиться малым? Это уже решение принимать исключительно вам и никто за вас не имеет права делать выводы, вот скажем так, в какую-то сторону за вас. Поэтому, да, мудрость, умение отключиться от окружающих, умение находиться в гармонии с самим собой и не испытывать больших страданий от того, что вас не окружает свита, которая дружно там трубит фанфары и играет в барабаны. Для тех, кто выбрал позицию номер 5. Ну, здесь сильной вашей стороной, опять же, смотрите, уже второй выпадает у нас мажорный аркан. Сегодня при съемках вообще ни одна карта не пострадала, но арканов мажорных было вытащено огромное количество. Вообще, вот в этот именно день, когда я снимаю расклад, есть такая специфика в том, что я выкладываю. Но на это тоже обязательно нужно обращать внимание. Здесь карты говорят о том, что вашей сильной стороной является, во-первых, то, что вы умеете нравиться людям. То, что вы умеете производить впечатление открытого человека. Это не значит, что вы как дурачок рассказываете и балаболите, кому попало и что попало. Это именно впечатление. То есть, может быть, у вас и есть какие-то свои тайны, свое мнение, свое переживание конкретных ситуаций. Но при этом люди вас воспринимать могут, если вы этого захотите, как очень открытого, душевного, позитивного человека. Такой вот человек солнышка, улыбчивого. Вы при желании можете, если захотите, находить язык с детьми общий. Но вот здесь надо понимать, что делятся на две градации вот эти люди. Одни могут, когда это надо, находить общий язык с детьми, а другие любят находить общий язык с детьми. Вот это две разные вещи, но они пересекаются. Есть вот определенная перекличка, которая, соответственно, нам дает вот такой вот эффект двойного, такой развилки. И думайте, к чему из этого относитесь вы или загаданный человек. Но в любом случае это достаточно сильная энергетика, это достаточно сильная солнечная энергетика и жизненная энергия в принципе. Поэтому ваши сильные стороны это открытость, умение вовремя улыбнуться, умение произвести впечатление открытого человека. И умение, вы знаете, как будто бы вы тот самый серебряный рубль царский, который ну вот всем нравится вокруг. То есть доля очарования вот этого и доля вот какая-то умения открыться там, где это надо для людей окружающих, это то, что вас отличает от окружающих и является вашей сильной стороной. Для тех, кто выбрал позицию номер 4. Она третья по порядку открытия. Слушайте, я не знаю, заколдованный сегодня какой-то день, опять у нас ложится старший аркан, естественно колода вся перетасована и при вас ее тасовала. То есть видите, рядом со старшими арканами других старших арканов здесь не лежит, соответственно. То есть они не собраны в каком-то прицельно отдельном месте, да. Но при этом они выпадают вот три позиции из трех открытых, три старших аркана, просто чудеса у нас творятся. И здесь карты говорят о том, что во-первых, у вас есть обостренное чувство справедливости. И это вот тот случай, когда мы рассматриваем достоинство, сильную сторону, когда вы даже понимая, что вы сами не правы, можете признать свою ошибку. Вы можете сказать, то есть не начинать делать хорошую мину при плохой игре, а вы можете сказать, да, был не прав вот в этой ситуации, да, я приношу свои извинения и так далее. Но также вы можете видеть, даже если не правы ваши близкие, вот это вот обостренное ощущение справедливости, того, как сделать надо, стремление к тому, чтобы все было вот как-то, знаете, не то чтобы по-человечески. По-человечески и карта справедливости, это достаточно далекие такие понятия, которые почти в ней не пересекаются. Но это вот какой-то такой очень холодный разум. Сильная сторона, если вы являетесь юристом, например, или работаете в судебной или правоохранительной системе, это хорошее знание матчасти, юридического аспекта своей работы. И вообще, кем бы вы ни были, то есть даже если вы являетесь хозяином какого-то бутика на рынке, например, то вы очень хорошо будете знать свою матчасть. То есть вот то, что юридически относится именно к вашей сфере деятельности, и это достаточно полезно и хорошо. Либо у вас есть талант к тому, чтобы вот эти вещи узнавать. Вы можете рассудить тех, кто столкнулся, вот как-то схлестнулся между собой. Знаете, как говорится, водой разливают, вплоть до того, когда собак разнимают. Не каждый может разнять. А вот вы можете и людей, и животных как-то растащить по разным углам из того клинча, в который они вошли. И здесь вот именно непредвзятое отношение к ситуации, хотя здесь нужно бояться в негативном проявлении карты, проявления двойных стандартов. То есть то, что для меня справедливость, для соседа это уже не справедливость, это уже то, что мне не нравится. То есть в такие моменты вдаваться мы не будем, потому что мы рассматриваем именно сильную позицию, сильную сторону этой карты. Поэтому, да, действительно карта холодная. И плюс ко всему, карта может свидетельствовать о том, что вы можете очень успешно и удачно уходить. И уходить, даже если вам это трудно, не моргнув глазом, из отношений, из какой-то ситуации выходить. Очень жестко. То есть если вы отрезали уже от себя человека, то вы отрезали, вы поставили точку. И если вы обозначили четко эту точку, то, наверное, мало что заставит вас вернуться туда, где вас не любили, где не уважали, например, или как-то неправильно к вам относились. Так что это очень сильный характер, очень волевые люди. Но это больше мужские черты характера, которые, тем не менее, могут и у девушек, у женщин также проявляться. Для тех, кто выбрал позицию номер один, она будет четвертая по порядку открытия. И здесь мы видим, что вы любите, когда все разложено по полочкам, когда все правильно, когда все верно. Иногда вы даже можете заедать буквально окружающих своей правильностью. Но мы еще раз повторю, говорим о сильных сторонах, поэтому мы не будем вдаваться в негативные аспекты данного аркана. Здесь вот ситуация, которая говорит о том, что вы знаете, как правильно, вы знаете, как верно, вы знаете, как принято. И вы имеете великолепные таланты соблюдать этикет. Вы знаете, как нужно. И вы можете учить других. То есть у вас плюс ко всему здесь может быть определенный такой вот преподавательский талант, но он больше направлен на младшее поколение. То есть как воспитатель в садике или как, я не знаю, директор дошкольного какого-то образовательного учреждения. Вы будете просто шикарны. То есть вы сможете всю мелюзгу или людей вообще младше вас построить буквально по ниточке там и заставить ходить строем. И вы сами при этом обладаете хорошей репутацией. Вы умеете ее создавать. Вот эти моменты здесь просматриваются явно по карте. Ну то есть знаете, вы, скажем так, тот человек, который не только от других требует определенной порядочности, определенного соблюдения правил, но и сами соблюдаете эти правила. И понимаете глубоко вот эту систему своих же требований. Ну здесь в принципе карта достаточно интересная. Она свойственна определенным дамам в характеристиках, которые уж очень педантичны. Но в данном случае педантизм не выходит за рамки того, что необходимо в жизни. Для тех, кто выбрал позицию номер 3. Она пятая по порядку открытия сегодня. И здесь ложится интересная карта. Хорошая карта в принципе в этой ситуации. которая говорит о том, что вы обладаете очень таким интересным талантом здраво оценивать ситуацию. Вы посмотрели вокруг и вы уже видите, что происходит. Вам не нужно в этой ситуации как-то вот знаете, спрашивать чего-то совета. Вы можете вовремя, когда только какие-то первые признаки появляются негативные в ситуации, это улавливать, это не интуиция. В данном случае это работа логики, работа именно сознательного мышления. Когда вы по определенным признакам, как будто бы в компьютере, в мозгу, видите промежуточные цели и через промежуточные цели вы идете к какой-то цели глобальной. Очень хорошо, что вы видите те шаги, которые вас будут вести туда, на олимп, который вы себе наметили. Потому что бывает такое, что человек видит глобальную цель, то есть в целом, ну вот все понимает. Как у собаки глаза умные, мечтает, там дом, например, хочет построить. Видит, каким уже в конце должен быть дом, что там 8 этажей, не знаю, там по 15 комнат на каждом и так далее. Но абсолютно не знает, как реализовать какой-то промежуточный момент. То есть как обратиться к застройщику, как выбрать какую-то строительную бригаду. Вот об этом он не думает, но он хочет и думает о чем-то глобальном. В вашем случае так не происходит, потому что вы четко знаете, какой шаг за каким вы будете делать. И вот эта поступательность, упорядоченность вашего движения, она очень ценна. И вот это качество терять, естественно, нельзя. Его, наоборот, нужно развивать. Самое важное, чтобы до фанатизма не дошло. А так, в принципе, очень хорошо, очень полезное качество. И действительно, это умение видеть шаги вперед. Это определенный такой вот момент натуры, может быть, шахматиста. Когда вы едете и видите, что загорелся, например, впереди красный за 150-200 метров. И вы перестаете просто газовать. И вы понимаете, что сейчас как раз подкатитесь к светофору. Нет смысла кого-то обгонять на последних там 100 метрах. И это, в конце концов, вам экономит время, бензин. И четко дает понять, в какой точке, в какое время вы будете находиться. Ну, конечно, для тех, кто выбрал вариант КЭП очевидность, сегодня чудеса. Сегодня у нас, во-первых, ложится абсолютно неопределенная карта. И это из шести имеющихся арканов четвертая мажорная карта. Которая говорит о том, что вы, по сути, не столько обладаете своими сильными сторонами, сколько судьба дает вам шансы. У вас, вот знаете, какая-то доля очень неплохая. И вы способны следовать каким-то моментам, которые судьба вам указывает. Вы слышите голос судьбы. И это ведет вас в нужном направлении. Это очень полезная штука. И это умение положиться и довериться каким-то событиям, которые происходят свыше. Если вы понимаете, что нет смысла плыть против течения, то вы вовремя останавливаетесь. Однако, карты говорят о том, что вы можете устраивать финансовую конкуренцию, не совсем здоровую, среди своих же родственников, среди близких людей. Но это может происходить интуитивно. При этом вы обычно не допускаетесь судьбой, как-то вот пролетаете вот эти моменты, когда можете облажаться. Это определенное везение, это определенная удача, определенный успех. Поэтому успех, который именно какими-то судьбоносными событиями обусловлен. Какие-то подарки действительно судьбы, когда вы где-то кто-то вляпался по колено в лужу, куда там утопил сапоги, босоножки, там что угодно, кто в чем был. А вы буквально вот прошли в 10 сантиметрах, но не наступили в то место, где все провалились. Вот такие моменты есть, это удачливость определенная. И даже если вы не чувствуете этой большой удачливости, это просто значит, что вы не видели те моменты, когда вас просто проносило мимо каких-то неприятностей. Вы это можете воспринимать как должное. Но вы должны понимать, что вы везунчик, хотя, конечно, испытывать судьбу и провоцировать как-то неприятности в своей жизни, естественно, даже при таких выпадающих картах не стоит. Потому что, как я люблю говорить, каждый человек сам писет своего счастья. Для тех, кто хочет получить индивидуальный расклад о своей личной ситуации на любую тему, это финансы, здоровье, любовное отношение, отношения с любым человеком, с родственниками, с сотрудниками, вопросы трудоустройства, диагностики, магического негатива и так далее. Даже разговоры с мертвыми, но там особенные условия есть. Вы можете писать мне в личку. Как меня найти и как это все будет происходить, рассказано в специальном видео. Я в прикрепленном комментарии оставлю ссылку на данное видео, на данный ролик. Как получить личный расклад. Называется это видео. И там все рассказывается, как вы получаете, в какой форме консультацию, сколько нужно ждать и остальное. То есть сперва смотрим это видео, на которое я оставлю ссылку, и только потом пишем мне. Также существует правило трех сообщений. Если вы три раза написали, я вам три раза ответила. То пока вы не определитесь, нужна ли вам консультация, дальнейшее общение мы не продолжаем. Потому что, скажем так, бывает иногда попадаются люди, которые просто хотят пообщаться, которые просто хотят поговорить. Для этого есть форум на ютубе, открыты комментарии. И мы здесь можем запросто общаться и разговаривать, когда у нас всех есть к этому настроение и время. Потому что бывает такое, что, естественно, когда я переписываюсь с человеком в личку, я могу находиться даже у компьютера, или я отвечаю тогда, когда могу сосредоточиться, чтобы ответить внятно на вопросы человека. А в тех ситуациях, когда я, например, куда-то еду, где-то, например, нахожусь в том месте, где я какое-то время жду чего-то, когда вот сижу, или там на педикюре я сижу, я в это время могу просто отвечать на комментарии. Вот это то время, когда мы с вами общаемся по-человечески, и когда это и вам, и мне в удовольствие. Но когда человек пишет в личку и начинает как бы уже напрягать и требовать для себя каких-то личных советов, задавать какие-то вопросы уже личного характера и так далее, то, конечно, такое общение обычно прерывается, потому что, естественно, ну, скажем так, если вы обратились лично, то тогда вы просто должны принять решение, нужна вам консультация или нет. Потому что, да, бывает такое, что пишут люди и говорят, что, ну, как-то не по силам на сегодняшний день заказать расклад. Ничего страшного в этом нет, никто не упрекает ни в коем случае, что у человека нет возможности, да, получить какой-то расклад. Но просто после этого можно вернуться на канал и смотреть темы общих раскладов и получать такую помощь, помощь совет от карт бесплатно. А темы, ну, я не знаю, какая тема не освещена еще на раскладе, на канале, простите. Очень много тем, их уже около 600 сейчас, и они обновляются постоянно, постоянно выходят какие-то интересные ролики. Поэтому, если у вас нет сейчас абсолютно никаких средств, если вы хотите разобраться в своей ситуации, то вы можете посмотреть несколько раскладов, которые подходят в вашей ситуации, и карты тоже вам, естественно, если ваша интуиция сработает корректно, то тут очень полезный совет. А я всем желаю благополучия, удачи, до встречи, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok